Сегодня у меня в гостях наш главный архитектор. Самый большой проект это 3,5 тысячи метров квадратных живой дом. Вообще логистика в наших проектах это из основных таких преимуществ. Да, нажал кнопочку, она стала матом. Вот эти стеклянные ворота. И еще мы делаем отдельно, здесь в углу будет поддон для мытья лап собак. Вот ваш участок, вот ваше реальное пятно застройки. К нам обращаются люди за проектом, исключительно в современной стилистике. Да, вот такие яйца были. Коллеги, приветствую, это канал ВДТ. И сегодня у нас четвертый спецвыпуск. Хочу напомнить вам, что такое вообще спецвыпуск. Спецвыпуски мы делаем для того, чтобы познакомить вас поближе с Веско-групп нашей компании и с нашей командой. Сегодня у нас речь пойдет об частной архитектуре, об индивидуальном проектировании. Сегодня у меня в гостях наш главный архитектор Дмитрий Фимушкин. Добрый. Да, привет. Ты в таком классном виде. То есть у меня в принципе, если говорить об таком авторском надзоре архитектора, я себе примерно так это представляю. Расскажи, пожалуйста, как у тебя в таком виде наши клиенты, заказчики встречают, реагируют? Дело в том, что это не просто вид какой-то красивый, это именно теплый вид. То есть температура сегодня похолодная, несмотря на то, что Алексей без шапки. Но дело в том, что когда мы выходим на объект, мы проходим несколько часов на объекте, и просто можно в прямом смысле замерзнуть. Поэтому это нормальный рабочий наряд архитектора на объекте. Давай немножко поясним, почему мы в снегу. На самом деле мы находимся на одном из твоих проектов, проект Лоренцо, который мы пока еще не освещали. Он имеет потенциал буквально через несколько месяцев, когда мы его закончим, стать флагманским после нашего проекта в Висконте. Пару слов расскажи про проект, мы потом небольшую экскурсию сделаем. Да, все верно. На крыше мы не просто так. Это один из немногочисленных наших объектов с эксплуатируемой крышей. И здесь вот эта часть, она направлена исключительно на получение видовых характеристик. Потому что вот здесь у нас открытый лес, где уже ничего не построится в этом поселке. И весь этот дом своими основными видами направлен туда. Дим, слушай, у тебя большой опыт, но как бы всем интересны байки. И вот в последнее время я все спецвыпуски начинаю именно с таких байк. У меня, к сожалению, байки про архитектуру нет, потому что я сам лично себе дом пока еще не построил. Расскажи какую-нибудь свою байку. Приезжаю на объект. Раньше заказчик у меня решил встретить его собак. Вот где-то вот такой в холке. И прыгнул, начал меня сверху облизывать. Дим, а про архитектуру есть что-нибудь? Была у меня история еще до того, как мы начали работать с веска. Я проектировал частный большой огромный коттедж. И там несущим каркасом дома являлась монолитная каркасная часть. И там были здоровенные метровые пилоны. И когда сняли опалубку, строители пришли принимать уже конкретно пилоны. Оказалось, что высоту этажа по ошибке сделана на 30 см выше. Проблема в том, что заказчик очень строгий, крепкий мужик, который за любые какие-то даже небольшие огрехи довольно жестко ругал, карал. Строитель, самый главный директор фирмы взял на себя эту ответственность и доносит, что сделали ошибку и залили пилоны на 30 см выше. И просто в предвкушении того, что кого он там съест, все вздохнули. И тут он отвечает, посмотрел на всех, отвечает гениальную фразу. Говорит, ну спасибо тебе, зеленая стрелочка. О, спасибо, зеленая стрелочка. Это откуда? Цитата из фильма «Золотые яйца». Яйца судьбы. Яйца судьбы. Но потом оказалось то, что заказчик даже поблагодарил за эту ситуацию, тоже посмеявшись над ней, потому что он решил не просто систему центральной вентиляции сделать, а он решил ее расширить до кондиционирования. Да, вот такие яйца судьбы. Яйца судьбы, да. И у нас, конечно, будет еще отдельный выпуск, где мы подробную экскурсию проведем по этому проекту, когда мы его закончим. Но сейчас буквально такие основные реперные точки. Расскажи про него. Это проект Лоренцо. Большой дом, 600 метров с лишним. Ну, стоит сказать, что он современный. Да, да. Это самое главное его отличие. Он в современной стилистике выполнен. У нас здесь воплощена связь эко улицы с домом. То есть у нас большой панорамный фасад остекленный. И у нас площадь дома вся переливается в площадь участка. А вот здесь вот зону кухни и гостиной будет разделять большой умный камин. И еще у нас задумка вот вещать на эту стену, которая будет белой. Домашний кинотеатр, то есть какой-то проект. И это в PlayStation будем так сидеть. Да, можно, кстати, из дома там, если пониже сделать, играть. Ну, вообще, логистика в наших проектах, это, наверное, одно из основных таких преимуществ. Потому что все продумано с точки зрения доступа людей. Да. Из гаража, из технической какой-то зоны. Да, да. И у нас минимизируется коридор. У нас все старается больше в холод. Здесь у нас комната отдыха при сауне. Да. И здесь у нас будет интересный камин. То есть он у нас трехсторонний. То есть здесь будет огонь. Ну, это даже, наверное, не камин, а печка-камин, да? Печка-камин, конечно. С другой стороны находится в сауне полностью, всем своим телом. Там получается один стеклянный экран. Здесь получается второй стеклянный экран. А топим мы вообще из отдельного помещения. Ну, то есть здесь будет закрыта дверью. Да. Это топочная у нас. К ней отдельный вход идет. Да. Здесь хранятся дрова все. Дрова, да. То есть у нас углубленная часть в сауну для дровницы, а там сверху идут палати. Ну, то есть у нас комната отдыха, она будет там, не знаю, с ковровым покрытием какими-нибудь, да? Или там, ну, это чистая зона, грубо говоря. То есть здесь никаких дров, ничего нет. Чистых, никаких дров. И мы при этом как бы смотрим на горящий огонь. Причем даже если есть персонал, который будет ходить топить эти дрова. Да, они сюда не заходят, неспокойно закинули. Да, да, да. Они ходят, следят просто за огнем, подбрасывают туда. Давайте саму парилку посмотрим. Да, парилка. Парилка у нас тоже непростая. Во-первых, занятое пространство, как я говорил, под дрова, под палатьями не пропадает. А второе, у нас здесь идет огромный портал стеклянный с видом на участок. А вот эта вот часть окна будет заполняться электронным управляемым специальным стеклом. Ну, когда оно матовое такое становится, да? Да, да, да. Нажал кнопочку, он стал матовым, когда не надо. Когда надо, можно посидеть, посмотреть туда. Потому что там мы планируем высадить, ну, довольно высокую живую изгородь, глухую, да, чтобы не было видно с этого уровня вот окон тех вот домов. Собственно, здесь три спальни у нас, да? Да. Одна большая мастер, две детские. Вот. Здесь у нас одна большая спальня угловая. С угловым остеклением и видом вот на этот же наш волшебный лес. Ну, здесь, конечно, фишка – это вот это угловое остекление. То есть, тут стекла просто по максимуму, да? Все в пол. Вот. Плюс еще по солнцу у нас, да, здесь получается, что… Ну, то есть, это прямо у нас южная, да, сторона? Это у нас южная сторона, да. Я даже больше скажу. Когда мы строим дом, мы выстраиваем его в объеме, у нас все задано по сторонам света. Мы в любой точке можем посмотреть, в какое время года, в какое время дня идет солнце. У нас получается такая хобби-комната. Да, да. В Висконте она у нас на третьем этаже. Вот. А здесь мы ее, ну, третий этаж не стали городить. Вот. И сделали ее уже здесь. Кстати, она, в принципе, потенциально может как бы трансформироваться еще и в спальне, да? Дополнительная. Это уже, будем так говорить, свободная комната под любые задачи. Она любая, может быть, да. Кабинет. Можно здесь устроить кабинет. Потому что дальше у нас там тоже есть поменьше комнаты, которая предполагалась как кабинет. Но здесь можно тоже так же сделать и спальню. Угу. Ну, есть еще, как всегда, наш любимый блок для персонала, который отделен, но мы сейчас туда не пойдем. Да, мы туда сейчас не попадем, потому что это вход через гараж, через отдельный вход. Есть стеклянные ворота гаражные. Да. То есть такого нигде нет дома, но они сейчас закрыты, поэтому в следующий раз, когда мы будем делать уже обзор по готовому дому, мы их обязательно покажем. И здесь вот в углу у нас притаялся билипровод. Да, наша любимая тема. Да. Мы пока еще его не выполнили. Тут будет короб зашитый и специальное окошко. Мы сюда выбрасываем белье, оно туда вниз падает в постирочную. В углу там отдельно идет корзина, и все это дело наполняется. То есть не надо бегать с этажа на этаж. Более того, еще, я так понял, у нас будет возможность из основного санузла. И еще в санузле идет вертикальная отсечка этого же короба. То есть мы там тоже открываем окошко и выбрасываем прямо из санузла. То есть нижнее белье, полотенце, там все, что нужно, все будет туда уходить. Ну вот в Павлу мы делали выпуск, тоже там, как бы говорили о билипроводе. Наглядно нельзя было показать. Здесь, конечно, когда это все будет, уже можно прямо продемонстрировать. Вместе с камерой кинем туда. Вот. А в гараж у нас проход здесь тоже продуманно, интересно. То есть у нас есть тамбур у входа с улицы, здесь есть гардероб. И вот это получается проходная зона. И в гараж же. Вот. Сейчас пока здесь еще вот в таком строительном виде. Вот эти стеклянные ворота, о которых шла ранее речь. Вот. И какие еще фишки? Делаем еще такие вещи, как вот выводы под раковину. То есть прийти можно всегда руки помыть. И еще мы делаем отдельно, здесь в углу будет поддон для мытья лап собак. Ну и мы планировали такую же систему с аккумуляторными батареями, как у нас в Миллениум парке установлено. Да. Как источник уже резервного. Да. То есть это некоторый элемент автономии. Дин, давай поговорим немножко про твой опыт. На самом деле ты не активно пиаришься в соцсетях или вообще где-то в инфопространстве, как архитектор. Но ты один из самых продуктивных архитекторов. Сколько вот, кстати, у тебя за спиной проектов сделано? Я не считал их, но это уже далеко за 200. Когда ты начал вообще заниматься и как ты вообще выбрал эту профессию? Профессию, я уже понимал, что архитектором буду, это уже в школе. У нас специализация, по которой я выпускался, называлась архитектура сельских населенных мест. То есть всем, чем я занимаюсь, это все напрямую связано с той специальностью, которую я получил в институте. Первый проект когда ты сделал свой? Первый проект я сделал в 2001 году. То есть это... Еще в рамках, как бы, еще в процессе обучения. В рамках процесса обучения, да. Потому что, во-первых, я уже интересовался всем этим делом. Во-вторых, уже сами себе что-то строили. Да, там какую-то баню двухэтажную жилую, да, то есть баню-дом. Вот, потом просили там друзья, соседи, там что-то помочь спроектировать. То есть это еще, я помню, первая программа была, которая изучила, вот именно какую-то архитектурную. 3D Home Architect Deluxe. Какой самый большой проект у тебя был? Самый большой проект это 3500 метров квадратных жилой дом. Дима, ты еще живешь сам в частном доме, который ты сам строил. Насколько тебе это помогает в процессе работы? Очень помогает. Потому что одно дело проектировать, рисовать, общаться с заказчиками, да, там что-то рассказывать. На каком-то теоретическом уровне, да. Да, на каком-то теоретическом уровне. Но вот в 2012 году я построил и перебрался жить за город сам с семьей. И теперь уже вот начиная прям с того момента, когда я уже там вот сам это строил для себя, я уже много вещей, нюансов сам на себе протопал, как говорится, да, увидел, понял, как надо жить. Пока ты не проживешь какие-то вещи, да, ты не поймешь, что ты думаешь, вот в проекте они будут хорошо, а по факту в жизни они неудобны. Потому что дьявол всегда в деталях. Да, да, да. У нас даже слоган нашей компании – недвижимость в деталях, да. Да, да, вот эти детали, которые, в принципе, не просто на опыте проектирования, а на опыте именно жилья там, вот, я вкладываю в каждый свой проект. Поэтому я могу четко сказать, что вот у меня было несколько стадий вот в опыте работы, да. Вот когда уже в 2007 году там перешел работать Веско, да, тут у меня уже пошла другая совершенно линия, когда мы вот начали застраивать вот эти поселки, ну, в основном по Новорижскому шоссе, да, там просто были огромные колоссальные объемы, надо было быстро и много строить этих проектов, вот. Ну, у нас там был большой штат, вот изначально там по 8 архитекторов у нас сидело, да, как раз уже вот с накопленным опытом и финансами, да, смог построить дом. Он небольшой, но нормальный двухэтажный, то есть гостей тоже принимаем. Прошло уже 7 лет, как бы, с момента строительства. Ты бы сейчас что-то по-другому сделал бы там? Да, я много бы что делал, конечно. То есть ты бы, наверное, советовал бы заказчику, в принципе, спросить, архитектор живет ли в своем доме, да, или имеет ли у него, имеет ли опыт проживания, да, в загородном доме. Да, вот это, кстати, очень хорошая тема, потому что если архитектор просто рисует или строит и так далее, он не может сказать 100%, что я прожил жизнь за городом, да, и могу вам сказать все не может. И может посоветовать, или даже на чем-то настоящее. Да, да, да. И вот в последнее время наметилась такая тенденция, что люди к нам в компанию приходят именно те, которые либо уже жили за городом, либо это их не первый дом, то есть какой-то уже имеют опыт. То есть ты чувствуешь, что за последние годы приходят более, так скажем, опытные заказчики, да, более осведомленные заказчики. Да, да, более осведомленные. И мы с таким человеком начинаем прямо на первой встрече, если у него там есть время, да, мы начинаем прямо сразу прикидывать на участке, да, как сядет дом. Мы спрашиваем сразу, а есть ли у вас участок? Потому что если человек как под конкретный участок проектирует, это проще, это понятнее. Да, говорит, участок такой-то, мы его находим сразу, обрисовываем, берем красные линии, когда он приезжает к нам на встречу, мы ему говорим, вот ваш участок, вот ваше реальное пятно застройки, которое может позволить себе ваш участок, да, и мы уже начинаем на нем разговаривать. Это уже гораздо проще. Потому что чем точнее составлено техническое задание в начале, тем правильнее будет проект. А когда у человека нет участка, да, а он, допустим, хочет купить готовый дом, и под этот готовый дом какой-то найти участок или выбрать и так далее. Мы и тут тоже помогаем. Дим, у нас все-таки компания больше строительная, чем архитектурная. В чем плюс для заказчика именно архитектурное бюро в рамках строительной компании? Да, значит, здесь плюс такой. Мы всегда, когда проектируем дом, мы делаем его настолько детальным, настолько кропотливым, уже там, ну, с ведомостями, да, там, всеми ведомостями, для того, чтобы мы могли сами же его просчитать, сами дать адекватную стоимость, адекватную смету, и сами могли по этому проекту вообще без проблем построить. Расскажи про комплексность еще, потому что мы же не только строим, еще у нас есть и отделка, инженерия. Насколько это тоже помогает? Ну, тут уже как раз, скажем так, это уже работа гипа и гапа, да, то есть я не просто как архитектором являюсь, да, я вот именно как главный архитектор и как главный инженер проекта выполняю эту функцию. То есть мы берем просто вот чистый участок, пустой. Наша задача запроектировать дом. Чтобы запроектировать дом, нам нужно понимать, что все короба, все коммуникации, да, нужного размера. И мы закладываем уже на стадии даже эскизного проекта, уже стараемся заложить вот эти все короба. Дальше, когда мы работаем с инженерами, они дают нам все эти корректировки, то есть где какие трубы, где какие стояки, и все там надо увеличить. Да, или говорят, что мы заложили стояки, да, слишком большие, там, да, можно сантиметров на 10-15 уменьшить. И вот когда мы вот это все в комплексе объединяем под одной шапкой, да, то есть одного человека, который следит за проектированием, следит за инженеркой, следит за стройкой, и связывается все время с клиентом по всем вот этим мелочам, местам, которые можно там изменить, исправить, доделать, там, доставить, начиная эскиза, заканчивая стадии вообще уже финальной постройки. Ним, расскажи, что тебе больше всего нравится в проектировании частных домов? Ну, индивидуальное проектирование, оно, в принципе, интересно тем, то, что ты работаешь конкретно с заказчиком. По сути, вот нужно стать не просто лучшим другом, да, этого заказчика на время проектирования, как минимум, да, но стать вот настолько доверенным лицом, потому что вот это доверие, оно клиента побуждает высказать все то, что он хочет, не хочет, и ничего не скрывать. Что ты ощущаешь, когда у тебя проект какой-нибудь заканчивается? Есть проекты, которые легкие, которые заказчики легкие, да, которые можно там, ну, быстро запроектировать. А вот когда заканчивается такой проект, не такое чувство, как бы, сожаления, да, а, ну, какой-то интересный, хороший этап прошли, да, а когда вот человек сложный, да, и мы понимаем то, что мы сделали тяжелый проект для тяжелого человека, и он нас всех устраивает. Почему говорю, нас всех устраивает? Потому что мы не проектируем проект, который вот исключительно только под заказчик. Вот он как сказал, так сделал, и так получилось. Но бывает такое, что есть какие-то спорные решения, на которые заказчик настаивает? Обязательно, обязательно бывает. И тогда нам приходится, как специалистам, ему объяснять, что это так нельзя или так плохо. Мы не то, что настаиваем на своем решении, да, а мы начинаем предлагать варианты. Вот, вот когда заканчивается такой проект, чувство гордости, то, что мы закончили проект, и он полностью удовлетворил заказчика. Очень много приходили к нам даже просто построить готовый проект, и говорили, мы хотим построить готовый проект. Показывали бумажную распечатку, которая непонятно каких годов. Мы их исправляли. Ин, давай немножко коснемся вот основных трендов, тенденций, которые сейчас есть в современной архитектуре, с точки зрения твоего вот именно там сиюминутного работы, сиюминутной работы с заказчиками. Я так скажу, за последний год к нам обращаются люди за проектом, исключительно в современной стилистике. Это минимализм и плоские крыши. Второе – это все-таки внешний вид, типа панорамные окна и отделку соответствующую. То есть по отделке сейчас практически никого нет, кто бы хотел делать себе облицовочный кирпич. То есть это либо плитка керамическая, либо любая плитка фасадная, керамогрань и так далее. Потом штукатурка. Если идет штукатурка, человек может себе позволить это силиконовое покрытие, декоративные фасадные деревянные панели, либо просто доски. Как раз хотел сказать из фишек, вот у нас здесь выполнены окна в пол, но здесь эта стилистика четко еще и по фасаду связана. То, что у нас идет сплошное фасадное остекление по всему вот этому заднему фасаду. То есть проект Лоренц у нас такой. Потом еще какие фишки? Вот белепроводы. То есть очень удобная реальная вещь в этом проекте. Как часто сейчас в загородных домах устанавливают вентиляцию кондиционирования? Является это требуемым набором инженерии? Да, да, да. Есть такой нюанс, но это чем больше дом, чем больше премиум, ближе к премиум классу, тем больше заказчик думает о свежем воздухе, о чистом воздухе, о подготовленном воздухе, о комфорте. То есть это не просто сплит-система, когда у тебя стоит кондиционер и дует холодным воздухом, а это именно воздух, который циркулирует у тебя в доме, приток и вытяжка. Из фишек еще, ну, я говорил то, что все, кто имеет домашних животных, особенно крупных, всем предлагаем сделать какую-то помывочную зону, там либо в котельной, либо в гараже, когда есть поддон, чтобы помыть лапы. Мы уже поняли, что это удобно, когда идет большая такая хорошая связь между домом, кладовкой для продуктов, кухней, гаражом, либо из гаража сразу в кладовку для продуктов хорошая такая непродуваемая дверь, чтобы запахи не попадали, либо, допустим, из гаража мы попадаем в тамбур, из тамбура сразу есть кладовка для продуктов, вторая дверь, да? Дима, расскажи, какие навыки нужно прокачивать начинающему архитектору, вообще архитектору, который занимается индивидуальным проектированием, проектированием частных домов? Ну, если мы сейчас говорим про навыки именно работы, с программами, с компьютерами, тогда тут уже идет понятие, что человек как вот в жизни видит свои руки, также он должен чувствовать компьютер, также должен чувствовать программы, то есть оптимизация всего рабочего пространства, то есть начинают папок, структуры файлов и так далее, когда ты все быстро и удобно, откуда удобно, как используешь, да, так и вплоть до работы в самих программах, в которых ты привык работать, там, в токат, архитекторе, 3D Max, да, то есть горячие кнопки, но это бесспорно, то есть когда ты работаешь как пианист, у тебя одна рука. Сколько ты знаешь там горячие кнопки? Я не считаю горячие кнопки, я считаю именно сочетание клавиш, да, то есть у меня есть клавиатура, у меня вся правая часть клавиатуры, она задействована под все рабочие функции, которые мне в первую очередь нужны в программах, и я уже просто дошел до такого уровня, что я не вижу как бы программы, я не вижу рук, да, то есть я имею какую-то модель в голове дома, да, планировки и все что-то, и руки, и компьютер, это какое-то просто вот передаточное звено, и, ну, совет, конечно, начинающим всем, это разработать свою систему работы, либо у кого-то позаимствовать, то есть убрать все лишнее, вот, и дальше уже вот это все, передачи своего мозга в компьютер и посредством чертежей и объемных моделей, обязательно объемных моделей, передач заказчику, потому что не каждый, ну, то есть не каждый, а большинство заказчиков, они не могут воспринять проект дома чисто в чертежах. Мы сейчас уже вышли на тот уровень программного обеспечения, чтобы мы могли показывать клиенту объемку в виде игрушки, то есть он получает файл, по которому он гуляет, смотрит на дом вокруг, внутри, там, снаружи, в смысле он сам может это делать? Да, 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 как игрушка. И второй этап, это когда уже к нам приезжает клиент, мы ему можем устроить 3D-виртуальный тур, то есть, грубо говоря, вот у нас есть такие девайсы, то есть это вот простая вот коробочка, это я вот на конференции графисофт выиграл, вот, а это более продвинутая история. Ну, они в любом случае завязаны на мобильный телефон, да? Да, 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 они обе заключаются в том, то, что вставляешь туда мобильный телефон с построенной моделью, загруженной в определенную программу и настроенный под определенный тип очков. Вот, одеваешь эти очки, вот, вот мы запускаем, так, значит, запустили видео. Так, значит, вот, я вижу комнату, телевизор, диван, вот, ну и так, собственно, по всему остальному дому. То есть можно посмотреть габариты, собственно, мебели, да, насколько большие там проходы, насколько будет удобно передвигаться. Да, то есть ощущение объема, оно дается через эти очки, более понятно, чем через плоский экран, даже на 3D-шках. Это объем, он выстроен в архикаде. Ну, понятно, без такой должной детализации, да. Да, да, детализацию детальную, да, мы на стадии проектирования архитектуры мы не делаем. То есть дальше идут вставки именно картинки, вот то, что делает дизайнер, с подбором детальных, да, с подбором детальных материалов, детальной мебели и так далее. Вот. Но она в любом случае стоит там же. Но помимо работы с частными заказчиками, да, ты еще и работаешь в B2B-сегменте, то есть когда приходится разрабатывать целые концепции коттеджных поселков, линейки домов, делать генпланы. Как тебе вот этот опыт твой, 200 с лишним проектов ты там сделал, он помогает в построении концепции коттеджных поселков? Тут, да, тут очень хорошо помогает само знание именно домов, да, то есть расположение, удобство, то есть какой формы будет участок, куда нужно сориентировать дома, как развернуть улицы, вот, насколько достаточно сделать отступы между домами. Это все прям четко видно, да, то есть из понятия самого вот этого, от меньшего к большему, да. То есть от частного к общему, да. А с точки зрения проектирования вот линеек домов, да, какие здесь особенности? А здесь все очень просто. Ты должен придумать общий вид концепции поселка, как он будет выглядеть, то есть, ну, какая стилистика, да. Вот, либо их там несколько будет в разных частях, да, то есть какая-то история, типа там, типа поселок планета, там разбито все по разным как бы зонам, да, и в каждой зоне... Где кажется какая-то особенность, да, стилистическая. Да, предполагается какая-то своя там типа географическая привязанность там по всему миру. Дальше что? Дальше ты придумываешь уже, как внешне будет выглядеть не только сами дома, да, но и окружение. При производстве и проектировании линейки домов ты опираешься только на рынок. Как здесь угадать какие-то общие тенденции? Это реально опыт. То есть это опыт. То, что сейчас более востребовано. То есть что востребовано с точки зрения внешнего вида и с точки зрения наполнения. И дальше еще надо понимать то, что это массовое строительство. То есть если ты запроектировал линейку там из пяти домов, то они должны быть настолько кропотливо проработаны, чтобы каждый элемент, каждая деталь, каждый конструктивный кубик, да, он был унифицирован и оптимизирован по быструю стройку. Дима, спасибо, что выделил время в своем таком неплотном рабочем графике. Поделился своими наблюдениями и своим опытом. Друзья, спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Это был видеоблог ВДТ. Владейте, двигайтесь, творите. Пока-пока.